И Сына, и Святого Духа. Съявилась благодать Божия, спасительная для всех людей. Такие слова мы чули сегодня у послания святого апостола Павла на его учня Тита. Ему с радостью свершить объявление благодати Божией. И, конечно, благодать Божия зелилась в свет особливым своим деянием, празд, в заявлении Сына Божия на земле, и особливо празд, в его крещение у Иордания. Неколи святое Богоявление уключало у Себе две падеи. Адзначалося у Гэхэк Святе и народжение Христова на земле, и его прышестие. Путынг этой две падеи были разведены, и, окроме святое Богоявление, Решение Господнего, стали святковать особенно Вершие и Рождество. И вот есть интересные параметры у богослужебных книгах святое Рождество и святое Богоявление. Ни одной чем подкресливается, что святое Богоявление, оно еще больше яскравое, оно еще больше нам важнейшее, чем Рождество Христова. Потому что, коли Христос наразился на земле, то долгий час про Его народжение многие люди не ведали. Ведали только волхвы, якие поклонились Ему, пастухи. А Господь в долгие годы жил невядомо для многих людей. А войскали он пришел на раку Иордан и принял от Иоанна хрещение. После этого он выступил на открытую проповедь народу, на открытое служение. После этого он начал творить многие и многие отсюда. И тогда он стал ведомым, и после Его хрещения именно тая божественная благодать, яку ее принес, и она стала явно действовать в свете. Сама падения хрещения Господня была падения незвычайной и, можно сказать, нечеканной. Даже притеча Господня, який и хрестил Его, даже он сам был глубоко сдивленным тем, что Господь пришел и просил хрещения. Потому что тое хрещение, якое Иоанн, прантеча Господне, проповедовал, тое хрещение, якое он давал народу, оно было хрещением покаяния, оно было хрещением очищения от грехов. И вот тут на Иордан у на толпе многих людей, хрешных людей, пришел на землю, пришел до раки Иордана и просить хрещения, сам Сын Божий, безгрешный, святый. И Иоанн не отразу хрестит Его, и он выказывает свое недоумение, а не Господь перегонывает, что так треба выконать всякую правду. Это значит, в данном выводе, божествует твою правду. И она заключалась все тем, что Господь Иисус Христос, пришелши на раку Иордан, освятил воды Иордана и придав им такую властивость, что, будучи освятены, эти воды Иорданские стали наполнены силой Божией, благодатью Божией, такой силой и благодатью, якая человека адраджае, якая человека, человеку допомагае узысти до нового життя, духовного життя, божественного життя. Господь Иисус Христос, пришелши на раку Иордан и сам, принявши хрященне, тем самым показал, что он бере на себе грехи, людские грехи у сего света и их обмывае ураце Иордана. И тем самым Господь установил таинство хрященне, тое таинство, якое з'является абсолютно необходной умовой человечества спасения. У гутарцы с Никодимом Господь сказал, что человек не может иметь жить все вечное, к ней он не народится свыше от воды и Духа Святого. И вось таинство хрященне, разъякуя усе, мы с вами проишли большесть, конечно, у детинстве, а не которые, кто у детинстве не был хрященый, приняли поздней гэтае таинство, или гэта таинство о дрожэннях, таинство, якое открыло нам дверы у царкву, якое случило нас со Христом. И як у хрященні Господа Иисуса Христа мы бачим, что Бог Айтец засвечу про Яго Ты Сын Мой Узюбленный Так мы с вами так само о таинстве хрящення, у молитвах церковных почули, что мы становимся так само детьми Божими про таинство хрящення, сынами Божиими, дочками Божими мы становимся о таинстве хрящення. Так як на Господа Иисуса Христа сошел Дух Святый у выгляде голуба при хрященні, так мы вышелши скупели хрящення, отримали благодать Духа Святого о таинстве миропомазання, яко спецеально нам дается для умествования наших духовных сил. И таким чином, будучи охрященными, наши грехи были обмиты у таинстве хрящення. Мы отримали спасительную благодать Божию, якоя нам допомагае у нашим духовным житти. И вот кому Святый Апостол Павел сегодня по сегодняшним посланни и кажа Тимофею, что заявилась Божия благодать и эта Божия благодать спасительная для всех людей, обовязывая нас жить в этом свете чисто, свято и праведно, как саправды, будучи охрященными у Христа, мы у Христа опранулися. Елицы во Христа крестистося, во Христа облеглостистося. Аминь. Спасибо, Господи, вас.